Всем привет! По-моему, я еще не проснулась. Вроде как каникулы на часа без 15.7, а малыши уже поехали с папой в лагерь. Все потому, что у них сегодня экскурсия в Рапколанд. Это такой парк аттракционов. И что я тут хотела вам показать? Помните, я как-то покупала вот эту вот кофеварку в Икеа? И вот моя старая от Маэстро, которая разваливается, но все равно я до сих пор варю в ней кофе, так как вот это, на удивление, очень непрактичное. Все нормально, но когда наливаешь кофе в чашку, все грязное. И вот эта кофеварка, и чашка, меня это раздражает, так что я ее пользуюсь только тогда, когда приходят гости, и мне надо больше кофевара, чем одна. И еще, девчонки, я вот как-то раньше не обращала внимания, но моя свекровь купила себе индукцию, говорит, боже, как же она шумит, индукционную плиту. И послушайте, вот так она работает, я как-то не придавала этому значения, но имейте в виду, что вот такой звук есть, когда индукция работает. Слышите? Чуть-чуть, но это не прям супер тихо. И еще, девчонки, на днях мой Томак взял детей и пошел с ними собирать дикие сливы. Ну, просто слива растет, очень много плодов, и они пошли собирать с ведрами. Собирали столько, вчера наварили компота, и малыши сегодня взяли с собой в их бутылочке компот самодельный. И, господи, сколько же было радости. И вот я хотела бы тоже передать вам такую идею, заниматься самыми обычными делами с детьми, привлекать их, так как это радует гораздо больше, чем какой-то парк аттракционов. Потому что сейчас настолько просто, вот знаете, заплатил за что-то и поехал. А даже соседи потом пошли собирать лыжи после того, как увидели Томака со сливами. А вот это Питы, которые привезла моя подружка из Греции. Она организовывает такие девичники в разных странах. Это моя Настя. И если вы хотите куда-то поехать, что-то посмотреть, при этом особо не потратиться, то у нее есть специальная страничка, я тоже оставлю ссылку внизу. Я не смогла поехать в Грецию, так как они были там целых 7 дней. Для меня, как для мамы и работающего человека, это очень много. Ну, то есть, вот спонтанно выделить 7 дней. Она обычно заранее, конечно же, предупреждает, куда они едут. Сейчас они едут на концерт Тимберлейка. И я надеюсь, что я когда-то тоже поеду с Настюшей в девичник, только вот на 4, ну максимум 5 дней. И сегодня у меня на завтрак будут греческие Питы, скорее всего, с лососем. Они такие мягенькие, мягенькие. Настя привезла мне две, спрашивала, сладости приносить. Я говорю, нет, сладости есть не буду. Питы бери детям. Ну, самое интересное. Спасибо ей огромное. Так приятно, когда кто-то куда-то едет и тебе что-то привозит. Еще лаванду тоже привезла мне. Знаете, когда такая жара, не всегда охота пить горячий кофе, а эспрессо я не успеваю насладиться. Так что залила кофе холодным молоком и добавила ванильную стевию. Очень прикольный микс получился. Я сначала планировала добавить сюда мороженое, но можно насладиться отдельно мороженым и кофе. И два раза получить удовольствие. Тома купил лаванду. Ей здесь очень нравится. Я сейчас разложила крышу, так как на солнце выдержать невозможно. Я сейчас покажу вам сумочку, которую я планирую купить на осень и зиму. Она с такими серебристыми элементами, черная. Вот я принесла двое часиков, которые я люблю от Даниэль Веллингтон. Вот эти вот очень часто в последнее время ношу. У них диаметр 28 мм. Вы часто видите их на мне и в инстаграм, и в видео. И вот эти вот как-то зимой прошлые я носила очень часто. У меня есть такие же, только в розовом золоте и с белым циферблатом. И мне захотелось чего-то светленького. А вот этот диаметр вот больше всего мне по душе. И сейчас у Даниэль Веллингтон проходит очень классная акция. При покупке на официальном сайте их часиков до 4 сентября можно получить скидку целых 50% на их браслеты. У вас всегда есть скидка 15% с моим специальным промокодом. Но вот когда такие акции, то вдвойне выгоднее покупать. Так, одной рукой я этого не сделаю. Не знаю как вам, а мне нравится дизайн даже самой коробочки. Я как маркетолог всегда обращаю на это внимание. Он очень сдержанный, стильный и элегантный. Здесь спрятан браслет. У меня нет еще ни одного серебристого. И иногда, когда мне хочется добавить чего-то прям мини-микро, я надеваю один браслет. А когда хочется как-то дополнительно приукрасить свой образ, я надеваю и часы, и браслет. Иногда просто часы. Ну, в общем, по-разному. И так выглядят часики, которые я выбрала в этот раз. Светленькие, как я обещала. Если их сравнить, то вот такая вот разница в размере. Я не могу сказать, какая из моделей мне нравится больше всего, но факт остается фактом, что зимой я чаще ношу именно вот такие серебристые. Я, как всегда, в инфобоксе оставлю вам ссылки на все модели часиков и также детали этой акции. А вот что касается сумочки, то выбрала такую красотку. Небольшую. Я не хочу заказывать сейчас, так как мы уезжаем, и я боюсь, что она снова где-то там потеряется у курьера, и потом придется все искать. Вот так что подождите, пожалуйста, следующее видео с покупками на осень. И там уже в образах вы увидите и сумочку, и часы, и все остальное. Кстати, то, что я также показала или покажу, не знаю, как будут выходить видео, в покупках на осень, именно в первых. Ну, а теперь буду пить свой кофе и наслаждаться тишиной, пока малыши не приехали домой. К нам недавно приезжали наши друзья, и гляньте, что они нам подарили. Это аквариум в форме яблока, и внутри заселены растения. Это живой мох, который надо подливать, и всякие растения. Я еще пока что не додумалась, как поливать таким образом, чтобы все растения получали одинаковое количество воды. Но идея очень классная, и я так подумала, что, в принципе, можно купить любую стеклянную емкость. И в разных магазинах, где продается все зеленое, наверняка можно выбрать растения, которые как будто будут расти в чем-то таком. И самим даже придумать такую композицию. Прикольно смотрится. Поставили на самом видном месте. И вот теперь у нас что-то такое новое. Рыбок у нас, к сожалению, больше нет, но зато теперь у нас появился флорариум. И он пахнет чем-то таким зеленым и слегка сырым. Прямо вот когда близко подходишь, тогда ощущается этот аромат. Издалека, конечно же, нет, но все равно. Вы ни за что не угадаете, куда я сейчас приехала. Так как я была в Кракове, задержалась чуть дольше и не успела вернуться домой, чтобы Томик поехал за детишками. Я приготовила что-то поесть, поэтому я сразу после своего небольшого обучения приехала за детишками в лагерь. Сегодня их первый день. И я приехала чуть раньше, то есть можно было их оставить до пяти часов с полдесятого. И в четыре часа сейчас забираю их. Надеюсь, что я попала по адресу, так как такое впечатление, что здесь какой-то такой частный сектор. И не знаю, как это все выглядит. Нам посоветовали этот лагерь наши знакомые. И вообще очень хорошие отзывы в интернете. Муж оставил детишек. Вроде как все нормально, никто не звонил, не просил забрать их раньше. У них японские дни. Я рассказывала вам об этом в предыдущем влоге. И очень-очень хочется, чтобы у меня получилось там поснимать. Я не уверена, что так оно и будет. Ну, короче, из-под тяжка что-то там сейчас засниму. Пойдем посмотрим. Что-то как бы... Я не поняла. Ах, вот! Вот, а то я уже начала переживать. Так выглядит вход. Говорила, что центр называется Аникино. И где мои масики? Так переживаю за них. Стоять! Машина остается! Привет! Машина! Да? Вау! Идем! Ну, давай, тут мама будет заходить. Да! Вы только посмотрите, что тут у них есть. Мама, хочешь ходить? Да, сейчас заходи. Иду. У них тут прям вот такие, видите, лабиринты разные прикольные. Загарка, давай я тебя буду ждать там внизу, хорошо? Залезайте. Мама! Не так много детей, кстати. Тут есть дынок, кто их полистетит. Крамплин. Ой, бип-бип. Тут у них столько машин разных всяких. Да это покруче садика, я вам должна сказать. Ой! Попугаи? Это какой-то зал джунглей, да? Да. Ой, у них здесь проходят разные занятия. Ну, видите сами, да, что малышам нравится. Космический зал. Страна льда. Офигеть! Прикольно! Не видно. Лети, зайка на ракете. Завтра у них экскурсия куда-то. Прям все-все-все детали такие, знаете, 3D. Королевский зал. Королевский зал. Это для девочек, да? Да, да. Ух тыжка! Я хочу ее езжать в папку. Обед у вас был, Захарка? А папа сейчас за мной. Это какое-то кафе. Гляньте, у них тут разные карнавалы, переодевания. И здесь же куча разных костюмов. Очень-очень много разных. Понравилось? Ничего не понравилось. Да, почему тебе не понравилось, зайчик? Захару никогда ничего не нравится. Поплати. Эээ, не придумывай. Сейчас мальчики покушают булочки, попьют что-то вкусненького и поедем к папе. Господи, такого я еще в своей машине не находила. Если вы давно планировали сделать себе татуаж, то Захар буквально за 5 злотых может нарисовать вам. Что хотите. Вчера я рисовал всем гостям, у папы практически вся рука. Захарка забрал с собой эти фломастеры в детский сад и обещал тете, что все отмоется. Тома как два дня щетка тер руки и ноги, все было черное. Как же мне сегодня захотелось баклажанов. Я прям говорю, и у меня полный рот слюны. Сто лет не ела. Это блюдо готовит моя мама. И скорее всего в ваших домах это тоже довольно популярное именно летнее блюдо. Значит, что я сделала? Для начала я нарезала баклажаны, хорошо их посолила и поставила где-то на полчаса. Сторонку отставила для того, чтобы убрать вот эту вот неприятную горечь. Мне понадобилась одна большая луковица, одна большая красная паприка, один большой томат и две такие средние моркови. Для начала я на обычном оливковом подсолнечном масле обжарила морковь, паприку и лук. Тем временем я залила помидор горячей водой для того, чтобы снять кожуру и просто выжала его хорошенько, чтобы избавиться от зернышек. Все это тушится. Вот эта сковородка у меня из Икеа и на ней все именно тушится. С одной стороны это минус, потому что я хотела сковородку для жарки, но с другой стороны для разного плана сатэ она очень классная. Я думаю, что когда за окном наступит осень, я буду больше готовить и вернемся к футбукам. И где-то спустя минут 15, наверное, все зависит от того, какая у вас сковородка, какая у вас плита на индукционное. Все готовится гораздо дольше. Тут уже поджарила лучок для котлет. Сегодня прям такой домашний ужин будет. Ждем мальчишек из их лагеря. И теперь я буду выкладывать сюда баклажаны. Все это буду тушить около, ну, наверное, 20 минут. Буду смотреть по готовности. Так как они соленые, я уже не буду добавлять соль, просто перец, зубчик чеснока. Если любите поострее, то можно даже больше и побольше перца добавить. И за 5 минут до окончания тушки вот этой вот добавляем сметану. Вот не жалею. Чем больше сметаны, тем вкуснее, мне кажется. Еще зеленью бы это все посыпать. Я сейчас сама захлюбнусь, девчонки. Напишите потом, кто тут же побежал делать вот такие баклажаны. Готовить, да? Наконец-то полноценный обед. Малыши не хотят есть, поэтому мы сегодня в качестве исключения поужинаем вдвоем. Баклажаны получились очень вкусными. И забыла сказать, что прежде чем вы их добавите на сковородку, надо их хорошенько отжать, чтобы из них вышла вот эта вот вода такая коричневая слегка. Обычный салатик, с фета. Ну, я перемешала все, и получилось что-то такое. Котлетки. Ням. Забила в Пепко. Это такой недорогой магазин с разной, всячиной для дома. И здесь столько всего красивого и недорогого для детских комнат. Если я докуплю что-то для нас, то я переборщу. Это вот такие вот полочки, облака. Ну, и свинки, и для мальчишек. Ой, класс. Такие таблички. Полки, домики. Невозможно отсюда выйти без ничего. Я вам серьезно говорю. Покажу, потому что я купила коробочки. Очень нужные. Все. А когда здесь еще и распродажа, это вообще стоит это все копейки. Вазочки. Украшения разные. Свечи. Все, что хочешь. За подарками маме собрала несколько пустых упаковок Мак. Если быть точной шесть, иду обменять на ее любимую помаду. Надеюсь, она будет в наличии. Красотки из классической стандартной коллекции. Сейчас буду искать в телефоне, что там у нее заканчивается. У нее есть три самых ходовых цвета. Ой, держу кулачки, чтобы они сейчас были. Пускала я, значит, одну любимую помаду и потом пересмотрела все свои сумочки. Оказалось, что я нашла там даже те вещи, которые давным-давно отправила в список потерянных. Так вот, я уже много раз рассказывала вам о том, что в польский Мак можно прийти с шестью пустыми упаковками, главное, полноразмерных средств Мак, или с тем, что вам просто не подошло, и обменять на помаду из классической линейки. Две я обменяла, а две купила. И, кстати, когда меняешь, то тебе дают их без упаковочек, то есть без коробок. Я купила Modesty. Хочу подарить подружке. Это мой любимый нюд. Вот эту купила маме в оттенке Mare. У меня она есть, мне ее подарили Мак, и она просто обалденная. Матовый финиш, по-моему, да. Ну, комфортный, очень красивый, универсальный. Подсмотрела у Кати, когда была в Париже. И вот эту вот обменяла маме, называется Twig. На ней это нюд, такой красно-коричневый, приглушенный. Это сатиновый финиш. А вот это уже кремовая помада. Они очень похожи, но на губах отличаются. Ну, то есть в упаковке похожи, и это Fast Play. Вот. Она сказала, что еще очень нравится Plumful, но Plumful не было. И покажу вам, что я купила для дома. Я все воюю со своим Томиком по поводу вот таких пластиковых салфеток. Мне кажется, что это ужасное жлобство. Я покупала из материала, но они так быстро пачкаются, что то и дело их стираешь и гладишь. Потом я купила пластиковые, сквозь них просачивалось все жидкое, и туда забивалась еда. Тоже не вариант. Потом Томик что-то там купил в Икеа. Какие-то такие яркие. Они сюда абсолютно не подходили. И я так втихаря нашла компромисс. Будем называть это так. Здесь у нас лежит салфетка Made by Mama. Красивые цветочки. И я собираю вещи, какие-то детские игрушки, чтобы не забыть. И подарки уже, детские вещи спаковала. Так вот, купила в Пепку. Стоила эта красота чуть больше евро. И издалека выглядит более-менее прилично. Будем пробовать внедрить еще что-то такое в наш дом. Я купила 4 вот такие вот салфетки. И, господи, как бы его переубедить, что можно и без этого прожить. Полотенечко. И органайзеры для моей тумбы. Мне нужны такие вот низенькие и маленькие. Еще что-то. Кувшин. У нас один треснул. Мы делаем постоянно какой-то лимонад, компоты. И одного кувшина нам не хватает. Так что докупила еще один. И знаете, сколько он стоил? Вообще, что-то смешные деньги какие-то. 2,5 доллара. И еще взяла мисочки. Очень люблю красивую посуду и вообще накрывать на стол. Две одинаковые, беленькие. Будут подходить к тому, что у меня есть. Заглянули в океан. Господи, как жарко. Вот это вещь. Я случайно так много всего начистила и потом торопилась. Короче, нигде не могу найти свою вот эту вот штуку для того, чтобы чистить овощи, фрукты. Мне кажется, что я просто ее выбросила. Вот когда спешила. Взяли в океан такую декоративную подушку. Она тоже недорогая. И наволочки. Сейчас не видно, но это красивый зеленый бархат. То, чего мне не хватало в мою комнату. И вот эта мне тоже понравилась. Она с золотом. Красиво будет смотреться. И с вот этой. И еще с другими. Девчонки, это очень забавно. Какая дочь, такая и мама. Вообще-то, какая мама, такая и дочь. Но моя мама иногда что-то у меня подсматривает. И потом просит, чтобы я купила и ей. Если этого нет в Украине. Или она отправляется в магазин и тоже там примеряет. Она увидела у меня вот эти шлепанцы. Я себя оставила, как я вам говорила, и красные, и коричневые. Они удобные. Мне они не давят, не натирают. Они кожаные и тоже недорогие. И коричневых не было. Поэтому я взяла маме только красные. Коричневые у нас вообще распроданы. Ни одного размера нет в магазине, на интернет-странице. Они есть во всех расцветках. Еще раз повторяю. Вот. Классные шлепанцы. Даже если они не прослужат мне там 10 сезонов, то на 2 сезона, 1,5 вполне себе как вариант. На этом буду заканчивать. Так как я уже начала сборы. Здесь подарки для мамы. Куча всего. Для подружек я буду отпаковать наши вещи в сумки из Икеа. В пакеты. Так как таким образом помещается гораздо больше в машину. Едем еще с одним чемоданом. Так как я возвращаюсь на самолете. Я остаюсь в Украине чуть дольше. Надеюсь, вам было интересно. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.